Дорогие друзья, день добрый. Портал Преору начинает очередной вебинар прямо с колес. Сегодня будем говорить о завершении программы Гренады, временном закрытии ее, скажем так, для граждан России и Белоруссии. Еще раз поговорим, что к этому привело, какие действия нужно предпринимать тем, кто все-таки рассчитывает получить паспорт. И немножечко поговорим вообще о поле иммиграционных возможностей для граждан России и Белоруссии сейчас в настоящий момент. Наши эксперты это Нури Кац, человек основавший компанию Apex Capital Partners, компанию, которая является лицензированным маркетинговым агентом программы Гренады и не только ее, но об этом мы тоже немножко поговорим. Софья Силина, директор по России и СНГ компании Apex Capital Partners. В чате, пожалуйста, вы можете задавать вопросы, но главная тема у нас действительно гренада, все, что с этим связано, что сейчас происходит. Мы с вами общались недели там две назад, да, и к тому времени точная дата была еще неизвестна, но как вы и сказали на нашем предыдущем вебинаре, все страны Карибского бассейна, которые имеют паспортные программы, их пять, выступили с общим заявлением, в котором в частности сказали, что работу с россиянами прекращают. Пожалуйста, вам слово, что сейчас происходит и какие дальнейшие подвижки возможны. Нули, вы наслышите? Похоже, Нули не слышит. Софья, а вы меня слышите? Да, я прекрасно вас слышу, Филипп, и вижу. Давайте тогда, пока Нули последние слова, может быть, и не слышал, говорите тогда вы, а мы сейчас с Нули свяжемся с тем, чтобы он тоже к нам присоединился. Договорились. Здравствуйте, Филипп, здравствуйте все, кто присутствует сегодня на нашем вебинаре, и те, кто послушает и посмотрит его после того, как он закончится. Как правило, мы получаем отклики от вебинаров совместных с Марианом еще на протяжении последующих двух недель, так точно. Поэтому всем привет. Да, программа «Гренада» заканчивается, к сожалению, заканчивается она в 31 марта. Мы, маркетинговые агенты программы Apex Capital Partners, имеем право загружать наших последних желающих в общий список, так называемый. О, сейчас я слышу, извините. Большой список экселевской таблицы во внутренней системе гренадских так называемых госуслуг, и вот 31 марта эта таблица закроется, но все желающие в нее могут попасть. Для того, чтобы попасть в программу, нужно всего лишь загрузить нам филк, агенты, раскрыть данные и иметь заключенный договор с нами, с компанией Apex Capital Partners, маркетинговым агентом программы. Окей, Нурин, ну мы начали уже говорить о ситуации сейчас с программой «Гренады». Несколько слов. Вот вы говорили действительно, что выступят пять стран с общим обращением, они выступили, они все объявили. Как теперь будет развиваться ситуация, поскольку в мягкой формулировке для россиян программа не закрыта, а приостановлена? Ну, это все зависит, конечно, от геополитической ситуации в мире. Мы не знаем, что и как будет, но приостановлено на сколько времени, мы просто не знаем. Как сейчас? Насколько сейчас вообще происходит вся эта процедура? Как вы живете эти последние дни, Нурин? Ой, мы плохо живем. Я хотел немножко обращать внимание, да, как София сказала, мы должны, чтобы начать процедуру, и я, кстати, очень благодарен премьер-министру Гренады, который понял, во-первых, он отстаивал свои права против Америки и настаивал на то, чтобы дали ему возможность принимать клиентов до конца этого месяца и не приостанавливаться, просто приостановить все в секунду. Но он тоже решил, что принимать документы, слово принимать документы начинается, процедура начинается, как только клиент подписывает документы с лицензированным агентом, агентом правительства, как наша фирма. Как мы подписываем договор и факт оплаты, мы должны доказать факт оплаты, потому что этот договор недействительный до того, как происходит факт оплаты. Мы должны показать этот факт оплаты в правительство Гренады. То, что меня сейчас волнует, конечно, очень многие в России хотят зайти в последний вагон. И я уже слышал несколько, довольно-таки много про всяких аферистов, которые используют эту идею про последний вагон, довольно-таки сын. Есть очень много фирм или людей в Москве, которые, они либо там, я не знаю, всякие риэлторы, шмейлторы, очень много фирм, которые не имеют права принимать, они не лицензованы, так что, если с ними подписывать договор, они не могут записывать на государственную форму имя человека и передать в правительство. И они все равно продолжают продавать. И я хочу предупредить всех о том, что это очень-очень важно, что надо работать только с лицензированными агентами, иначе вы пропустите. Уточнить хочу, значит, организация, которая имеет право подавать, называется лицензированный агент программы. Ну да, и она и есть на сайте правительства список этих агентов. И если агент не на этом списке правительственном, то он не агент, и он не имеет права вообще иметь дело с этим. Я слышал, вы, наверное, не знаете, но есть посольство, был посольство в Гренаде, когда пришел новый премьер-министр во власть летом, прошлым летом, он отозвал полномочия у всех своих послов, включая посла в Москве, который был назначен предыдущим премьер-министром. И сейчас в посольстве предлагают, в этом посольстве, хотя посольство закрыто по идее. Я слышал, есть какие-то женщины, которые там предлагают, они как-то имеют ключ в посольство, хотя посольство официально закрыто, и они там продают, и они тоже не имеют права, они просто какие-то женщины. Я так понял, что бывший посоль сейчас уже не в России, давно, но вот это одна из фюреров. Естественно, я говорил в Министерстве иностранных дел Гренады об этом, но они далеко, и не могут, у них нет ключа. Они не будут отправлять человека, в какой-то момент отправить человека в Россию, чтобы решить этот вопрос. Но какие-то девушки сидят в посольстве, занимаются... Россия – большая страна, женщин хватает, которые... Да, женщин хватает. Софья, вот вы сказали, Нурис сказал, что вы совершаете вот эту подачу. Чисто технически, что собой представляет эта подача, и, возможно, кто-то уже слышал, но что должен человек иметь для того, чтобы эта подача совершилась? Паспорт, договор с АПЕКСом и ресит, так называемый. Это свидетельство произведенной оплаты за услуги нас, как агента программы. А как это выглядит? Это ссылка на государственный портал, где открыта некая Excel-таблица. Каждому агенту программы предоставлена такая ссылка, которая работает в течение всех недель до 31 марта. 31 марта в определенное время она перестанет функционировать, и больше ни один человек туда не попадет. Но я так понимаю, если вы работаете с клиентами условно, допустим, с Украины, с Казахстана, тут ограничений таких не будет. Если у других национальностей, так называемого СНГ, у других граждан, кроме, например, армянского паспорта, есть российское гражданство, то они, к сожалению, подпадают под те же самые рестрикции. Если у украинца есть российское гражданство, и они попадают под те же рестрикции. А если нет, тогда другой разговор. Тогда им открыты все пять карибских стран. Программа Гренады не закрывается. И милости просим. Но тут еще нужно смотреть на свидетельство о рождении. Лучше бы им не рождаться на территории Российской Федерации. Тоже хорошо. Но это уж изменить мало кто может. Значит, еще раз очень, что сказали, паспорт. Да. Все. Копия заграничного паспорта, откуда мы вынимаем ФИО и номер этого паспорта, и договор с нами, как с лицензированным агентом. Скажите, пожалуйста, вот предварительно, то, что мы об этом говорили, вы все равно проводите некий блиц, наверное, в последний день уж совсем-совсем блиц, учитывая, что времени не так много. Какие критерии еще могут быть останавливающие вас на первом этапе? То есть, ну, понятно, что если человек там ПЭП, если он под санкциями, но таких все-таки меньшинство есть. В законе тоже не берем. Ничего не есть. Вор в законе. А, ну, вор в законе, да. Любой криминал, свежий, непогашенный, экономический и неэкономический, тем более это все закрытые темы для того, чтобы получить гражданство. Мы, конечно же, проводим. А если мы, например, говорим, просто есть вот этот момент, мы сталкивались с этим, скажем, по программе ПМЖ Кипра, история, связанная с источником происхождения средств. Понятное дело, что оперативно, может быть, человек и не может доказать, ну, доказать, или может. Вот какие здесь есть тонкие моменты? Вы же с этим сейчас явно сталкиваетесь, плотно работаете. Вы знаете, вчера, Нуре, сейчас, секунду, мы вчера с Нуре и с нашим новым клиентом до полвторого ночи по Москве проводили консультацию по происхождению средств этого человека. У него, в общем-то, все красиво, но так запутано, что ничего не понятно. А для того, чтобы нам понимать и ему понимать, на каком мы свете, нужно было три часа провести на консультации и вычленить какие-то детали, за которые можно ухватываться потом, уже когда в апреле мы будем готовить полный пакет документов. И так мы делаем с каждым. Не с каждым, конечно, до полвторого ночи, слава богу, но со всеми мы проводим первичный анализ. Вы сказали... Дарья, пожалуйста. Не полвторого ночи, а полвторого ночи. А, ну, София, полвторого у вас, судя по картинке, совсем, все совсем по-другому. Вы сказали еще один момент. Есть, что на, по сути, один из первых элементов, это в прошлый раз, когда мы с вами общались, сочинение на тему, да, то есть как бы вот некий опрос, некая анкета, в которой человек должен объяснить происхождение. Что значит объяснить? То есть это такой вольный рассказ или все-таки он уже должен какое-то большое количество документов принести на эту встречу? Или он может, ну, на свой страх и риск, понимая, что они есть, принести их чуть попозже? Ну, мне ответить. Да, отвечайте, да. Мы, в принципе, да, должны объяснять. Вначале мы не должны, не обязаны показывать абсолютно все документы и абсолютно недосконально показывать, где человек получал первую копейку от бабушки и когда ему было 7 лет. Но мы должны знать общие темы, получать общее понимание и общее понимание того, что можно документально доказывать, потому что мы будем показывать общую картину правительства. И потом они будут иметь, они имеют право задавать любые вопросы, включая, в какой год бабушка дала первую копейку. Естественно, они так не делают, но они имеют право. Так что всегда нужно иметь в виду и иметь понимание, что может поднимется вопрос, который нужно будет отвечать документам. Что они не делают? Ну, там понятно, да, все-таки они задают такие вопросы, что называется, жесткие. Вот что они реально спрашивают? Хотя бы какой-то пример, что они могут... Ну, они могут спрашивать. Только две минуты назад просили у одного клиента, только что смотрели, поэтому вошел на лебинар чуть поздно. Поздно. Спросили, попросили балансы фирмы за последние два года, фирмы, которой он владеет. Он раньше говорил, что сколько он заработал, но они хотят видеть балансы, финансовые отчеты. Ну, я правильно понимаю, что это все-таки уже история, это уже следующие шаги после того, как человек, скажем, он в поезде, не факт, что он дойдет до конечной станции, но поезд уже в ту сторону, по крайней мере. Ну, он... Да, он... Сейчас мы должны войти в поезд, но мы по-любому, мы не хотим начинать работать с людьми, где мы у нас... Мы понимаем, что шансов нет. И мы... Нам не стоит взять у них деньги, им не стоит сдавать нам деньги. И все равно, независимо от сумасшества, этого дела, они закрывают последнюю программу, которая существует... Этой программой существует для русских уже 20 с лишним лет. И идет сумасшествие. Но это не меняет наш подход к делу и не будет, я надеюсь, что не будет менять, ну, кроме этих аферистов, которые занимаются этим, не будет менять подход к делу. Мы должны очень осторожно даже в это время принимать клиентов. Конечно, мы не знаем все, и мы не знаем, что будет в течение процедуры. У нас недавно был кейс, где человек попал на список санкций. Как только он становится санкционным, то уже все... То есть он попал... Он оказался в списке санкций по всему распадению? После того, как мы подали документы, и это, к сожалению, это уже отказ. Грана не может пройти настолько против коллективного Запада. Вот смотрите, опять же, чтобы человек немножко понимал по срокам. Значит, в течение ближайших двух недель до 31 числа, и так, паспорт, пластилированный, заверенный у адвоката, плюс он совместно с вами заполняет вот это сочинение на тему. Да? Адвоката первого, даже этого не нужно. А, но производит оплату первую, то есть, как бы, услуг компаний, которые этим будут... Мы должны доказать, что есть договор, заключенный договор, который становится действительным, становится действительным только после факта платы, и мы поэтому должны показать им факт оплаты. Дальше, что по срокам, вот, в текущих условиях? Вот все вот эти проверки, досылка документов, дополнительные вопросы, это сколько? Месяц, два, три, пять, полгода? Ну, сейчас, хотя я тоже много аферистов, я не только вчера видел рекламу по поводу двух месяцев, что это занимает два месяца, кстати, тоже, ну, это искажение информации, оно ведь все время. Но в любом случае, из-за того, что я, сейчас этот поезд, который придет в 31 марта будет очень длинная, очень много новых, все сейчас хотят попасть, и Гренада получит огромное количество новых заявлений, не только от нас, а от всех других агентов, которые этим занимаются, и наверняка сроки удлиняются. Я бы готовился к тому, что сроки будут с момента подачи файла, все документы, от 6 до 8 и 9 месяцев. Сейчас удлиняется сильно срок, скажем так. Вот это срок чего вы описываете? Это же срок рассмотрения документов, даже, может быть, и 10 месяцев. Срок рассмотрения документов правительству. То есть, вот по истечении этого срока будет вынесено решение, да или нет? Да. Тогда следующий вопрос. Все равно есть вот этот элемент, связанный там, или дарение государству, там, суммы от 150 тысяч долларов в зависимости от состава семьи, или покупка недвижимости, там, 225 тысяч, да, понимаете? 225 тысяч, да. В какой момент вот эту транзакцию нужно совершать? Ну, во-первых, есть два момента. Тут есть в какой момент нужно принимать решение, куда идти, и это нужно принимать решение только через, наверное, 2-3 месяца после подписания с нами, человек сначала мы подаем документы в банк, на проверку. Банк должен соглашаться принимать деньги на гренаде у человека, и они делают свою процедуру, которая тоже занимается два месяца, примерно. После этого, если банк согласен принимать деньги у человека, то мы подаем документы в правительство. И на этом моменте надо принимать решение, дарение или недвижимость, что есть время. Это первый момент. Второй момент оплатить, и это тоже я слышал про каких-то людей, которые просят, тоже аферисты, просят, чтобы заплатили им в период перед тем, как даже началась процедура. И некоторые соглашаются на это. На самом деле все инвестиции инвестиции сама 220 или 150 должна быть заплачена только после одобрения правительства. Правительство скажет, окей, сейчас переводите свои деньги. Это где-то 6, 7, 9 месяцев. Софья, ну, смотрите, человек подал документы, базовый пакет совершил, то есть он совершил, оплатил ваши услуги и соответственно паспорт все. И вроде ваш разговор с ним показал, что у человека есть некоторые шансы, то есть он не является таким, крест на нем ставить рано. Вот что происходит потом? Как долго вы собираете документы? Есть ли там какие-то еще сроки? Или ты можешь там хоть полгода их собирать, главное успеть? По факту. Полгода, конечно, лучше ничего не затягивать, потому что реально меняется каждый день ситуация, поэтому чем быстрее мы соберем полный пакет документов, тем быстрее начнется первый этап рассмотрения заявки, потому что многие люди слышат сейчас, вы понимаете, что человек это человек, поэтому каждый слышит то, что хочет. Так вот, загрузивший себя и подписавший договор с нами не означает, что с одним документом началось рассмотрение программы и начался старт отсчета времени. Это не так. Это просто означает, что мы закрепились, как бы зацепились за эту сетку и впрыгнули в программу. Дальше весь пакет документов, который необходимо собрать, должен быть собран, и мы от этого никуда не уйдем. Поэтому мы всех предупреждаем, кто сегодня, вчера и завтра будет подаваться или будет интересоваться программой, что несмотря на то, что они будут в системе уже при наличии договора и их паспорта, у нас еще на самом деле есть две недели для того, чтобы а, начать собирать пакет документов и прийти к 31 марта уже практически с готовым пакетом, б, даже если немножко расслабиться в момент заключения с нами договора и загрузкой себя в эту систему, в любом случае у нас есть апрель, и вот так вот мы ограничиваем людей, но на самом деле без этого никак. За апрель нам нужно собрать полный пакет документов и отправить под полным пакетом документов. Я сейчас подразумеваю только документы на главного аппликанта, потому что первый этап проверки банковский подразумевает рассмотрение только документов финансовых, главное финансовых, но также и всех остальных только на главу семьи. Причем под главой семьи мы не имеем в виду только особь мужского пола. это может быть и женщина, хотел сказать кто угодно, но да. Пожалуйста, пока список этим ограничен. Вот, то есть на главного аппликанта весь список подан, закрепился, документы собраны, апостелированы, нотариально заверены, сочинение на тему происхождения средств написано, все госформы подписаны, дактилоскопия сдана, медицина пройдена, все отлично, все в электронном виде загружена в гренадскую систему, попала в банк, начался период рассмотрения банком. А теперь про обе опции, что мы слышим на сегодня также вот от тех, ну, Нурин называет эти компании мошенническими, ну, просто от непрофессионалов нашего рынка. В ППХ пытаясь что-то продать, эти компании тире люди пытаются загрузить людям в голову, что опции донейшн не существует. Мы спешим разочаровать или разбить это утверждение, опция донейшн существует, как существовала, так и есть на сегодняшний момент. Но есть маленький нюанс с девелоперским взносом, с ним немножко легче жить, потому что у нас сейчас с банками очень сложные трения различные возникают при трансферировании средств, так как это нужно делать на гренаду и после последнего пакета санкций в принципе валютные контроли даже несанкционных банков лучше не выпускают средства, чем выпускают. Что касается опции с покупкой доли, из-за того, что девелопер находится в Дубай, мы имеем в виду сейчас девелопер интерконтинентал, который строят, средства в том числе и по поводу всех минимальных госпошлин могут также быть переведены на Дубай. Это облегчает жизнь людям, соответственно нам, это ускоряет процесс и сужает время туда-сюда перекидывания денег. У нас по три раза иногда мы отправляем с человеком деньги, они возвращаются, отправляем, возвращаются. Это долго. Так вот, перекидывая на Дубай, этот срок сужается и только в этом плюс. А я правильно понимаю, что суммы же все, которые по этой программе, они прописаны в долларах, но формально, если ты что-то покупаешь в Дубай, можешь перевести не обязательно доллары, можешь перевести в долларах. Вот именно. Из БКС три дня назад у нас человек платил Дирхамом. И это просто, потому что БКС не под санкциями. А, Б, в долларах, вот только сегодня мне сообщил человек, что у него не выпустил банк, кстати, про БКС, не выпустил трансфер в долларах. А в Дирхамах ушло и пришло за день ровно. Вот наглядный пример. Еще один важный момент для понимания. Значит, вот первичный сбор документов и последующий сбор документов. Есть разные ситуации. Человек может находиться в Москве, человек может не находиться в Москве, человек может находиться за пределами России. Что ему делать в одном, во втором, в третьем случае? Ну, в Москве он может прийти к вам и может вам позвонить. Кстати, контакты, я думаю, самое время сейчас опубликовать. Если он находится, условно говоря, там полгода, год живет в Казахстане, например. Не переживать по этому поводу. У нас 90% наших клиентов вне Москвы. У нас, мы предоставляем после подписания договора а персонального юриста в Апексе, который ведет весь файл клиента, б все контакты третьих лиц, которые предоставляют сторонние услуги, которые включены в процедуру подготовки документов, а именно компанию, которая делает как служба одного окна нотариальное заверение тире Апостиль, тире перевод. Причем Апостиль можно заказывать срочный. Причем все это вместе с нотариальным заверением документов можно делать удаленно по видеосвязи. Поэтому, сидя в Испании в своем доме, человек спокойно может заверить свой внутренний российский паспорт, внешний российский паспорт и прочие документы, а дальше компания без их участия отдаст это все на апостилирование и вернет нам уже полный готовый пакет документов. Что мы сейчас наблюдаем в большом количестве? Фальсифицированные апостили. Если человек обращается по ссылкам в интернете за апостилями в абы какие компании, потому что кажется, что дешевле, потому что выглядит очень привлекательно один день и все готово. И вот я заказал в субботу, а в понедельник уже получил полный пакет за 3 копейки апостилированный. Вскрывается факт фальсификации апостилей элементарно. Ровно час нам нужен времени для того, чтобы получить апостили и опознать, что это левый, извините за организм, апостилирование. Ровно то же самое происходит со справками о несудимости. Люди, не гоняйтесь, пожалуйста, за дешевизной, скупой платит дважды, в итоге получается хуже. Если мы пропустим факт фальсифицированной справки о несудимости, это будет выявлено проверяющей стороной, это может плохо закончиться. Поэтому любые фальсифицированные документы это очень плохо. Про это очень хотелось сказать, потому что участились настолько случаи, мы только успеваем эти бумаги вынимать из общих файлов и заставлять людей дальше идти и делать нормальные бумаги. Давайте пару слов может быть о хорошем. Вот если мы говорим о последних неделях, весна, да, у вас какая-то такая она слишком, ненатуральная такая. Если мы говорим о сроках, вот сейчас последние недели, месяцы, с начала года, у вас есть клиенты, которые завершили процедуру и получили паспорт? Да, за последний месяц пять. Когда они по факту подавались? В 22-м году. В декабре, в январе? Нет, они подавались летом. То есть у каждого был старт, когда они начали собирать документы после известных событий, это март-апрель, и все документы, полный пакет, мы получили июнь-июль. То есть условно говоря, в поезд, который тогда уже не уезжал, а просто ехал, они сели условно в марте, но реально, как вы сказали, процедура сама на стороне Гренады, она началась чуть позже. Да, потому что отчет времени начинает не когда нам мысль зародилась в нашей голове, я хочу сделать паспорт Гренады, почему-то многие так думают, а ровно тогда, когда весь пакет документов загружен в систему. Логично. И еще один момент, вот вы сказали, мы как-то всегда этот момент так оговаривали, но потом про него забывали, документы на близких родственников, ну, на тех, кто подается вместе с тобой. Что это такое? Там же, по-моему, список не очень большой, там жена и дети, да, могут? Сестры, братья, не женатые, не замужние, старше 18 лет тоже могут, и родители. А, то есть там список огромный, и, соответственно, от них, что может требоваться, опять же, с финансовой точки зрения, если есть главный заявитель, или там уже другие могут быть трудно, что происходит? Ничего, финансовые документы на зависимых членов семьи не нужны. Нужны их резюме, нужны все остальные документы личные по списку, паспорта, свидетельство о рождении, о браке, о разводах, ну, вот это вот все, справки о несудимости, дипломы об образовании, если они были, это все нужно. Но рекомендательные письма, финансовые документы, документы, подтверждающие благосостояние, эссе на тему, как я пришел, докатился до сегодняшней жизни по своему благосостоянию. Все это не нужно, и выписки со счета тоже всем зависимым лицам не нужны. Только главное отдувается за всех членов семьи. Окей. Ну, что ж, к нам, я просто вижу, сейчас присоединилось еще несколько зрителей, давайте тогда эту часть уже завершаем еще разочек. До 31 марта два момента, чтобы у вас был заграничный паспорт, который вы должны апостелировать и принести копию или переслать. Просто копию, сначала просто копию. Мы до этого уже дошли, да, просто копия, без апостеля. И оплата услуг компании Аберса, которая является подтверждением для гренадской стороны, что человек реально в программе. Именно. Окей. и тогда давайте к вам пару вопросов. Это не будет, я извиняюсь, надеемся, что не будет 31 марта, нам надо чем раньше, тем лучше, потому что мы понимаем, что последние два дня будет просто путаница большая. Окей. Нури, ну и тогда в двух словах. Значит, собственно, какие дальнейшие, понятно, что все зависит от геополитики, которую, если бы кто-то мог предсказывать так, чтобы это еще и сбывалось, предсказывают ощущения сейчас мастаки. Вы говорили о том, что раз в полгода эта история будет пересматриваться. Так это или на самом деле не совсем так? Ну, по тем, по тому пресс-релизу они сказали, что будут пересмотреть это решение в течение четырех, шести месяцев. Общий настрой на самом деле тут на Карибах очень против того, чтобы запретить русским подавать документы тут. Они не очень любят, что их заставили это делать. Так что я надеюсь, ну, еще раз, все зависит от геополитической ситуации и, к сожалению, этой страны они под каблуком Америки и они просто не могут слишком сильно отстаивать свои интересы. Я очень надеюсь, что в какой-то момент по-другому будут смотреть на это дело, рассчитывать на это нельзя. Причем просто хотя бы потому что совершенно очевидно, что этот момент, что если этот момент наступит, вернее, давайте говорить, когда этот момент наступит, это будет следствием, я думаю, гораздо более нормальной ситуации в мире. Да. Ну, и будем все надеяться, что ситуация в мире будет нормальной. Мы все на этом последний год, все разумные люди надеются на это надеяться. И тогда, на самом деле, уже в заключении вопрос такого немножко философского плана, как ваша компания занимается иммиграционными программами, миграции, помогает людям решить эти вопросы. Хотите, чтобы вы плакали и будете спросить, что мы будем делать? Судя по пейзажу за вашей спиной, все хорошо. Будем плакать. Вопрос на самом деле в том, все-таки, что дальше? Окей. Для тех людей, которые не хотели, не смогли, не успели, 1 апреля никому не верят, они просыпаются и вот в этот момент что-то щелкает и какое-то желание, по крайней мере, присмотреться у них есть. Что будет представлять собой уже даже не палитра, а на самом деле такая тонкая дорожка иммиграционных возможностей по программам гражданства? Конечно, по программам гражданства будет намного меньше вариантов. Вануату еще принимает людей. Но настолько это хорошая правительство. Гражданство это другой вопрос. Египет сейчас меняет свое... у Египет тоже есть такая программа. Сейчас они меняют ее немножко и можно будет получать гражданство Египта если по вложению в недвижимость. И то, что интересно в Египте под Каиром строится новый Дубай. в принципе это их видение правительства строит примерно что-то наподобие Дубая. И они инвестируют очень большие деньги. Кстати, не связано даже с гражданством. Это очень интересная инвестиция. любой, кто инвестировал 20 лет назад в Дубай, стал бы мульти-мульти-мульти миллионером. И Египет сейчас это не только Египет, а другие арабские страны тоже инвестируют большие деньги и в принципе переводят центр Каира в другое место. И заодно можно будет получать гражданство Египта. И конечно у них нет въездов въезд в Европу, много ограничений, но для тех, кому просто нужно второе гражданство, могут быть разные причины для получения второго гражданства, там будет возможность. Как ни странно, по программам иммиграции то, что я начинаю чувствовать по обращениям, Америка Америка будет дальше приниматься. Я считаю, что одна из причин, по которой они заставили Карибы закрывать двери тут, они хотят, чтобы деньги пришли к ним. Вы имеете ввиду EB-5, например? Да, да. Я думаю, что сейчас... Тут запретов никаких нет, тоже долго, но сейчас быстрее сейчас по новой программе, и я думаю, что Америка с удовольствием будет принимать русских, как ни странно. Как ни странно, и я не знаю, будет ли спрос, это уже другой вопрос. Америка будет приглашать, очень открыто будет приглашать, как уже приглашает не только бизнесменов, а приглашает и всяких ученых, инженеров, и они в открытую говорят к нам, давайте, только никому другому, только к нам. Окей. Слушайте, ну и в заключении тогда давайте еще разочек прагматичную сторону вопроса обсуждаем, что до 31 марта, что делаем после 31 марта, ну что мы делаем до 31 марта? Формируем потребность, если давно об этом думали, звоним, пишем, приходим в Апекс по разным каналам, двери наши открыты, Леонтьевский переводок 25, кофе у нас вкусный, говорим с нами, рассматриваем ситуацию того или иного клиента, вычленяем проблемы, если их нет, в принципе делаем просто предпроверку, которую мы обязательно делаем для любого потенциального клиента, сообщаем, что все нормально, подписываем договор, загружаем на портал государства Кренады, закрепляем человека в программе, выделяем юриста, собираем документы. кстати, у меня тоже вкусный кофе дома, и я всех приглашаю домой. у вас настоящая весна, так сказать, какое может быть доверие, если человек хочет подписаться договор с нами, он может либо в офисе в Москве, либо с удовольствием тут у меня на балконе. Ну что ж, это очень мило, но я думаю, что тут в этом случае с точки зрения прагматизма офис в данном случае выигрывает. Лучше в центре Москвы, наверное, легче будет. Спасибо огромное, друзья, мне кажется, что со всех сторон обсудили, собственно, дальше можно продолжать, но я думаю, что тут уже тот случай, когда лишние несколько минут могут оказаться гораздо более полезными. Контакты Софьи и компании Apex Capital Partners российские, пожалуйста, у вас на экране. Все веселенно. Руководитель компании Apex Capital Partners по России и СНГ, Нурикатс, основатель компании Apex Capital Partners. Контакты здесь. Спасибо вам большое и благотворной работы в ближайшие две недели. Особенно не сомневаюсь, что она работы хватит всем. Спасибо, Приан. Спасибо. Всем спасибо. Встретимся на наших вебинарах. До свидания. И вебинарх. Присо вебинарх. Приятного вебинарх. Продолжение следует...